Те, кто первый раз пришли, еще тоже welcome. Еще более двух тысяч уроков подряд у нас прошло. Сейчас мы заканчиваем уже в завершении книги, которая называется «Пути праведников». «Пути праведников» — эта книга написана тысячу лет назад, и автор неизвестен. Ее изучают уже тысячу лет, значит, эта книга очень полезная. Очень полезная. Представляете вообще, тысячу лет эту книгу изучают в каждом поколении. И ее раньше же до книгопечатания ее передавали в свитках. А потом, когда уже книгопечатание произошло, люди научились печатать на бумаге, то ее начали уже печатать на бумаге, эту книгу. И вот издание за изданием, издание за изданием. Много сотен лет в каждом поколении находились люди, которые ее изучали глубоко. Как мы с вами. 28 глав, 28 качеств, которые необходимо прокачать. Да, есть современное слово такое «прокачать себе праведнику». Это такой тренинг, да, тренинг праведников современным языком. Если прокачать 28 этих качеств, то будет человек близок ко Всевышнему. То есть он поднимется в своей человеческой природе на уровень близости ко Всевышнему. Мы находимся сейчас в 26 главе, которая называется «Раскаяние». Это каким образом, это некая такая полная технология очищения себя, своей души от неосознанных нарушений или даже от осознанных нарушений. То есть бывает, что человек, большинство людей грешит неосознанно. Да, что значит грешить неосознанно? Вот, например, человек, ну любой человек, вот он, например, там, взял кого-то и избил. Его спрашивают, ты зачем его избил? Он говорит, да, как лучше хотел. Я вообще хотел как лучше. Я его избил, чтобы научить его, как правильно надо жить, да. Ему говорят, ну извини, значит, тебя в тюрьму мы за это посадим. Как в тюрьму? А за что в тюрьму? Я же хотел как лучше. Ему говорят, ну вот, а получилось не как лучше, да. Училась на 5 лет тюрьмы, значит, научил. И получается, что человек чаще всего грешит неосознанно, потому что вообще осознанно грешить очень сложно. Человек, например, он знает о Боге, да. Что значит, он знает о Боге? Ему кто-то рассказал. И он верит, что есть Бог. И он поверил в эту идею, да, что есть Бог. И он поверил в то, что Бог запретил делать какие-то вещи. Назвал эти вещи запрещенной заповедью, да, запрещено служить идолам. И вот этот человек, который поверил, что есть Бог, и поверил, что Бог запретил служить идолам, Он служит идолом, вот это называется осознанно служить, осознанно идти против Бога, да, большинство же людей, они, например, человек, который служит идолом, но он не верит в Бога, да, он думает, да не, нету Бога, нету, есть только идол, не дай Бог, да, вот он так думает, и поэтому буду служить, значит, он, в принципе, не нарушает осознанную волю Бога, он нарушает его, получается, неосознанную, то есть тут вот очень тонкая грань между осознанным нарушением и неосознанным, но в любом случае, в любом случае, человек, который, возьмем, знает, что есть шаббат, человек знает, что есть шаббат, вот как была история, был такой Лешабенавуа, который был один из четырех, которые поднялись в Пардес, и потом он спустился и отошел от Тора, его в еврейской традиции, Лешабенавуа, его назвали именем Ахер, другой, есть такая история, почему вы назвали именем другой, он в субботу пришел к женщине легкого поведения, к проститутке, пока они там с ней разговаривали, где-то дело было в саду, он стоял и ломал веточки, она ему говорит, а ты кто, ну суббота, он говорит, я Лешабенавуа, а он был до этого очень известный мудрец Торы, она говорит, нет, не может быть, чтобы ты был Лешабенавуа, ты другой, ты Мишуахер, да, ты кто-то другой, мудрецы, когда, как бы, приводится этот отрывок, они задают вопрос, а почему, вот, что ее так смутило, то, что он пришел к проститутке, нет, это может у каждого произойти, не дай бог, да, но у человека есть ецерара, там есть какое-то от этого удовольствие, да, это удовольствие могло его побудить это сделать, но в субботу ломать веточки нет никакого удовольствия, то есть он нарушал субботу без какого-либо удовольствия, она говорит, ты другой, не может быть такого, чтобы человек шел против Бога, зная о Боге, и при этом шел против него, значит, делает нарушение без всякой пользы для себя, она говорит, не может быть, чтобы ты был, ну, что-то тут не сходится, и как бы вошло имя вот это Ахер, да, другой. Хорошо, в общем, раскаяние, оно помогает во всех случаях, и Лешабенавуа, он тоже хотел был момент раскаяться, но когда он пришел, чтобы раскаяться, раздался голос, небесный голос, что у всех принимается раскаяние, кроме Лешабенавуа, кроме него, тогда он как бы продолжал грешить, говорят, что это был Сатан, который специально его остановил, потому что если бы он хотел раскаяться, то Всевышний бы его тоже принял, то есть у человека есть человек, это по образу Бога, у человека внутри есть вот этот вот тот же самый элемент творения, творец, творец мироздания Всевышнего, у человека есть тоже элемент творения, и как человек смог натворить, как, знаете, говорят, ну, что ты натворил, да, вот, например, что ты натворил, говорили, наверное, Марине в детстве, Марина, что ты натворила там, да, или Жанне, например, точно наверняка говорила бабушка там, Жанна, ну что ж ты натворила-то? Творить это создавать, так вот, как человек может натворить что-то плохое, так же он может с помощью раскаяния убрать это плохое и натворить много в жизни хорошего, но для этого надо знать, как. Итак, мы, значит, остановили вчера на том, что есть шесть побудительных мотивов к раскаянию, и мы дошли уже до шестого, шестой побудительный мотив такой, напомню, пятое, пятое, это в 10 дней раскаяния, бывает время, само время от Рошашна к Йомтипуру побуждает раскаяться, шестое, пусть всегда кажется человеку, что он близок к смерти, пусть не говорит, когда состарюсь, раскаюсь, потому что никогда человек не знает, когда он раскается, поэтому нужно все время исследовать свои деяния для того, чтобы, как говорил Стив Джобс во время, он говорит, если человек думает, что каждый день это его последний день в жизни, то когда-нибудь он окажется прав, то есть действительно так и будет, но для себя лично он в этом черпал огромную силу, то есть он понимал, что нельзя откладывать, но только что он не откладывал, он сделал красивые компьютеры, красивые телефоны, красивые разные предметы, заработал денег, красивые мультики, заработал там миллиарды долларов, но умер в 56 лет, то есть он боялся не успеть, но что именно не успеть, он как бы считал, что нужно делать телефоны в жизни, но то равно сучит, что нужно бояться не успеть, очистить свою душу и выполнить заповеди, то есть то, ради чего человек пришел в этот мир, если бы Стив Джобс этим именно занимался, то тогда он, естественно, успел бы намного больше, был бы великий праведник, изменил бы мир к лучшему, вместо того, чтобы давать людям телефоны, он бы обучал людей, как жить веселой, здоровой, счастливой жизнью, и, возможно, если бы он пропагандировал, например, там, культ семьи, например, да, он женился, у него было трое детей, и спас бы тысячи людей, тысячи, он мог бы спасти миллионы людей, если бы он занялся через свои мультики пропагандой, например, там, здорового образа жизни или духовного образа жизни и так далее, возможно, его жизнь бы сложилась, сложилась бы по-другому, то есть, ну, сама вот эта идея, что можно не успеть, она дает человеку возможность действительно много успеть, мне, сразу мне, ну, как устроена память, что такое чувак, у человека попадают в память какие-то, какие-то, значит, истории, какие-то высказывания, какие-то кусочки информационные, да, и потом память человека заполнена этими информационными кусочками, и дальше его следующая жизнь зависит от той информации, которая находится у него в подсознании, и вот мне сейчас всплывает мне все время на подсознании, вот это не успеть, надо бояться не успеть, а мне все время рвется прям изнутри анекдот, когда мужчина один зашел в бар и говорит, скорее, скорее, быстрее, быстрее, наливайте, быстрее, налейте мне 200 коньяка, быстрее, а то пока не началось, бармен такой наливает ему 200 коньяка, он выпивает, он быстрее, быстрее, налейте еще мне 100 граммов коньяка, еще 100, пока не началось, нужно успеть, нужно успеть, тот ему наливает, говорит, извините, а что пока не началось, он наливай, наливай, говорит, а то сейчас начнется, говорит, вообще все, не успеем, он еще налил, тот выпивает а что это пока не началось? он говорит, так, срочно, срочно наливай секундочку, надо же заплатить а у вас деньги нет? деньги есть? он говорит, ну вот начинается вот началось теперь про деньги нет у меня денег наливай пока не началось пока не начали спрашивать за деньги денег у меня было есть люди, которые всю жизнь спешат но они не туда спешат бегут не в том направлении а вот если человек здесь, он пишет думает о том, чтобы вернуть свой дух в чистоте Всевышнему пускай каждый день исследуют свои деяния как сказал рабе Лейзер вернись к Богу за день до смерти сказали ему ученики, рабе и научитель нас разве человек знает в какой день умрет? ответил им, тем лучше пусть раскается сегодня же вдруг он умрет завтра таким образом все свои дни он будет в раскаянии то есть шестой побудительный мотив к тому, чтобы вернуться на путь божественный и чистый и духовный и заниматься духовной работой делать добро это понимание, что никто не знает когда предстанет перед Всевышним и человеку следует исполнять новые заповеди каждый день так как его смертный час наступит вдруг и неожиданно так пусть он так поступает и тогда ему не будет недоставать ни одной заповеди как сказали мудрецы кто исполняет одну заповедь перед самой смертью как бы исполняет весь закон ему не доставало лишь то, исполненное перед смертью заповеди а тот, кто совершает преступления перед смертью как бы нарушает весь закон это тоже я вспомнил анекдот когда я еще до Торы изучал разные там духовные какие-то исследования людей, которые пытались догадаться как оно все работает и в отличие от Торы, которая дана через пророков которые от Всевышнего знали как все работает есть люди, которые снизу да, как когда-то Авраам про отец Авраам они пытались понять, понять, понять недавно я читал такую фразу что Будда никогда не отвечал на вопросы о создателе мироздания о Боге, о Творце он говорил, это вообще не важно важно другое то есть это то, что то есть он не отвечал на эти вопросы а его, Будда был такой очень у него была практичная цель это научить человека избегать страдания то есть на сегодня буддистск назвали бы не религией а тренингом то есть это был тренинг о том как научить человека избегать страдания и это не было о том, как соединиться с Богом как реализовать божественный замысел он про это не говорил просто ему было жалко людей и он их учил, как не страдать и были разные-разные там люди такие как Будда которые пытались понять как устроен мир вот они наблюдали сидели в медитации работали над собой и действительно у них открывались какие-то сверхнормальные способности по пониманию духовных законов мира и они своими мозгами доходили до очень каких-то больших постижений как Ньютон, например он понял там что-то по физике как Эйнштейн понял тоже что-то то есть он не создал эти законы он просто сформулировал некая закономерность чтобы другим тоже было это понятно также великие люди которые посвятили свою жизнь наблюдению и духовной работе они додумывались в какой-то момент до того, как работает мир в каких-то деталях и вот я когда-то читал вот эту же идею что самый важный момент в жизни человека это переход из мира вот этого материального в духовный мир и то, что он думает перед смертью или делает перед смертью именно в момент этого перехода оно определяет куда в духовном мире он попадает после этого это то, что здесь написано что сказали мудрецы кто исполняет одну заповедь перед самой смертью как бы исполняет весь закон а тому, кто нарушает перед смертью как бы нарушает весь закон то есть вот этот момент перехода принципиально важен я даже в Торе когда-то тоже встречал такую идею что вся подготовка человека вся его жизнь она ведет к тому, чтобы именно вот этот переход состоялся в правильном формате есть такая книга называется «Мост жизни» это один человек, который вот всю жизнь есть такой раввин Якутиэль его звали как-то фамилию, не помню на Т фамилию его как-то он был очень такой великий раввин в Иерусалиме жил около ста лет назад он родился, а умер он буквально лет 30 назад он написал много книг но самая его известная книга, он собрал со всех еврейских общин мира все предания, законы и так далее, связанные со смертью и назвал книгу «Гешер Ахаим» «Мост жизни» и там в основном это все законы, связанные с погребением и так далее есть третий том в этой книге «Мост жизни» в котором он рассказывает все вот эти вот философские моменты но там самое интересное, в конце книги есть глава, который написал его сын как его отец переходил из этого мира, как он уходил из этого мира и так как он всю жизнь к этому моменту готовился в комнате было где-то около 30 человек его ученики, там раввины того поколения собрались и он, прямо этот момент, он прошел у него в полном сознании он все подготовились, он сделал там умывание рук, прочитал специальную молитву попросил поставить кровать в определенном там положении в общем он ушел, как бы сделал вот этот переход третье рождение, из этой книги я взял этот термин он называл выход из этого мира третье рождение и я вспомнил, что было понятно, вспомнил одну историю, как жил один хасид жил один хасид, который всю жизнь он все соблюдал прям вообще был такой, ну очень-очень строго соблюдал с утра до ночи учился, все и вот как-то он шел по улице, допустим в Америке это было дело, очень подходит это там в Америке есть в Бруклине целые районы, населенные такими строгими хасидами и тут он ушел, а все равно же это Америка и он увидел там Макдональдс или какой-то такой ресторанчик и девушка такая американка, официантка в белой футболочке, в голубых джинсиках такая блондинка, красивая и он как ее увидел и прямо все, его это поразило прямо в его хасидское сердце и он прям вот она впечаталась в его ум и он значит все не может ни есть, ни пить, ни спать все у него, эта официантка у него перед глазами но он же не может к ним подойти, познакомиться он такой хасид в чулках, в штрамеле, с пейсами, с бородой и он думает, ну как, а не может ни есть, все, еться рара, это злое начало оно его схватило, и он значит думает, ну ладно, не выдержал он пошел в парикмахерскую, в магазине купил машинку сбрил бороду, сбрил пейсы, купил тоже белую футболочку, себе джинсы одел бейсболку, выбритый, без пейсов, значит, в бейсболке белая футболочка, в джинсах, без цицит думаю, пойду к ней знакомиться и вот он прямо идет переходить дорогу такой значит, его еться рара, это злое начало его инстинктивное оно прямо, ему все закрыло, у него прям планка упала все, он прям бежит через дорогу и его сбивает машина насмерть и он, значит, попадает в чистилище ну, на суд небесный а он попадает на небесный суд, значит, вот в том виде это же, как он себя воспринимал, последний раз видел зеркало так он себя и воспринимает и он туда попадает тоже в джинсах, в футболке без бороды, без пейсов, и его ставят в очередь с грешниками доходит его очередь до суда, он говорит извините, говорит, я же хасид я хасид, меня случайно поставили не в ту очередь за что меня в ад, я же не грешник, я же всю жизнь соблюдал ему говорят, извините, говорят, не узнали вас то есть мы смотрим по конечной точке и он конечная точка, то, что здесь написано что главное, пусть человек, поэтому пусть человек проснется от своей дремоты и пробудится, приготовится к тому, что будет с ним в конце украсит себя красотой заповедей и будет готовым предстать перед Всевышним в любой миг то есть нужно быть готовым и заповеди, добрые дела, Тора чтобы в любой миг, оп, и ты идешь в вечность, в рай дальше, существует 4 вида раскаяния раскаяние случая, раскаяние ограды, раскаяние противовеса и раскаяние написанное видите, это вообще для меня новая тема пока ведь мы сегодня узнаем, что такое раскаяние случая да, сегодня я должен ровно, половина закончить максимум раскаяние случая, если человек совершил преступление с женщиной или воровство бывает, кто-то с женщиной совершил преступление, а кто-то воровство или иное преступление и случилась возможность совершить то же самое преступление с той же женщиной, например, и он мог бы совершить преступление, как прежде и он еще в силе своей страсти и в вожделении своего злого начала и она тоже, эта женщина, и его сердце горит, и она согласна но он останавливает себя и разрывает свою страсть лишь из страха перед Всевышним это называется полное раскаяние когда ты попадаешь в тот же случай, в том же состоянии, в том же и можешь согрешить, и ничто тебя не останавливает и ты сам себя останавливаешь это называется полное раскаяние полнейшее, то есть это значит все можете проверить себя, да, испытать например, человек, который там, если представить ситуацию вот он с какой-то там женщиной грешил, да и потом он к ней приходит, а она говорит ну давай, он говорит, все, я больше с тобой грешить не буду а она говорит, нет, давай а он говорит, не буду или наоборот то есть все, это полное раскаяние полное раскаяние, потому что был на уроке в Айкра прочитал, значит, книгу «Путь праведников», решил стать праведником все, не хочу быть неправедником все, я вам скажу, что вот эти вот все Санта-Барбары, да, они очень плохо заканчиваются для всех, для детей, для родителей то есть потом от этого есть такие тяжелые последствия что лучше не надо дальше, раскаяние ограды вот тут интересно, такая информация значит, раскаяние ограды пусть не глядит, не смотрит на игры женщин и девушек, пусть не заглядывает женщине в лицо, даже на свою жену пока она не окнулась в миг и также пусть человек сделает ограду во всех заповедях значит, смотрите, как это работает вот человек, например, он знает возьмем человека алкоголик, да он любит пить и он знает, что если он проходит по вот этой улице и видит магазин, в котором продают вино он по-любому купит значит, ограда для закона он по этой улице не ходит он даже не заходит на эту улицу дальше, он знает, что если он встретит Васю то Вася скажет ему давай, Серега, выпьем и он не откажется поэтому ему важно Вася этого просто написать ему сообщение знаешь, что Вася я там тебя считаю ну, в общем, как-то с Васей надо полностью прервать отношения чтобы Вася с ним вообще даже не хотел с ним приблизиться это называется ограда для закона то есть человек, он размышляет и ставит себе ограду соответственно тому соответственно своей природе есть люди, вожделяющие к одному преступлению но нет у них вожделения к другому например, у одного есть вожделение к распутству но не к воровству а другой вожделеет к воровству но не к распутству и поэтому пусть каждый человек ставит ограды там где злое начало пересиливает его то есть ему очень важно например, у кого-то к распутству да, у него, значит, вожделение и он знает, что когда он выпьет то дальше уже все уже у него, он уже себя не сдерживает или она значит, ему нельзя пить оградой будет перестать пить говорят мудрецы вот тут интересно, я этого не знал Авраам примирился со злым началом и об этом сказано если Всевышний благоволит к путям человека то и врагов его примирит с ним то есть это в притчах написано что если Всевышнему нравятся шаги человека то он и врагов примирит с ним то есть враги его тоже не будут на него нападать на этом, кстати, базируется вот смотрите вот сейчас, например, Израиль он находится в состоянии войны и вот все вот эти вот там Иран, какой-то там Ливан, это Хизбалла там все пугают, что вот мы нападем да, но никто не нападает почему? некоторые считают, что это потому что армия, потому что Америка потому что то но по факту всем управляют Всевышние и в Ешивах сидят, учатся мы с вами сидим, учимся и если Всевышний благоволит к человеку или к стране то и врагов его примирит с ним то есть вот эта вот духовная сущность всех процессов она должна быть прямо ясна и понятна материальный мир это следствие все события в жизни человека это следствие его духовной связи со Всевышним его духовных каких-то действий и так далее поэтому когда человек делает шову исправляет то, что было раньше он исправляет корень всех своих будущих проблем потому что если корень не исправит то проблемы все равно будут приходить и приходить поэтому нужно исправить корень знаете как, если у человека там что-то внутри нарушение иммунитета то у него будут прыщи И сколько он причин или чьи, пока он не исправит внутри какой-то вот процесс, значит ничего не исправится в его жизни глобально. То же самое, если человек не исправит свои качества, не исправит свои прошлые какие-то ошибки, поступки, то ему невозможно построить на гнилом фундаменте успешную счастливую жизнь. Значит у Абрама, у него была природа какая? Что у него была природа мягкая, он научился мириться со своим злым началом и он с ним не воевал. Царь Давид воевал со своим злым началом и его злое начало не было мягким. То есть есть инстинктивная природа человека. У кого-то она жесткая, у кого-то она мягкая. И царь Давид, он воевал со своим злым началом. То есть злое начало Абрама было мягким и его естество, его природа удобным и приятным. Ему не требовалось воевать с ним. Как написано, сначала Всевышний воцарил Абрама над 243 органами, а в конце воцарил его над 248 органами и прибавил ему власть над глазами и ушами. Но злое начало Давида было крепким и твердым, и Давиду приходилось воевать с ним каждый день. Увидев же, что не может выстоять, Давид уничтожил его. Некоторые полагают, что уничтожил постом, а некоторые утверждают, что для этого он совершенно удалился от своих жен, так как увидел, что злое начало завлекало его от дозволенного к запрещенному. Ну и дальше мы продолжим, как он его победил. Тут написано дальше, как он его победил, как он с ним воевал. Значит, мы узнаем это завтра с Божьей помощью. Все, это уже 30 минут. Расскажу только на последок про царя Давида. В Талмуде написано, что когда он увидел одну женщину, которая в дальнейшем на ней женился, он ее увидел, она слезала с ослика, и у нее оголилась лодыжка. Так он за ней бежал, написано там, она кричала ему, ты что, не бери на себя этот грех. Он не мог совладать. То есть он был настолько, настолько был он лебедо, у него, да, с современным языком бы сказали бы, что его там лебедо, кундалини и там вся эта штука, она его просто накрывала. И он, зло начало имеется в виду инстинктивное начало. И оно у царя Давида было очень сильное. Он его преодолевал, и на нем он служил Всевышнему. То есть вот эта вот сила животного начала, она, она как бы, ну это атомная энергия, да. Куда человек ее направит? Царь Давид направил на служение Всевышнему, а кто-то направлял это на плохие какие-то дела. Хорошо, все, до завтра, с Божьей помощью, чтобы мы, напишите выводы свои, свои инсайты, подумайте, как вы можете это использовать в своей жизни, поделитесь уроком, повторите. То есть важно учить Тору для того, чтобы ее применять. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью, встречаемся завтра. И сейчас самое время помолиться, сказать Всевышнему, я Тору поучил, выводы сделал, раскаиваясь во всем прошлом, пожалуйста, дай мне благословение в, и попросите, где вам нужно благословение. Кому в здоровье, кому в благополучии, кому в отношениях, кому, но самое главное, в развитии и в приближении ко Всевышнему. Об этом нужно просить Всевышнего, чтобы он в этом помогал, а тот, кто будет близок ко Всевышнему, тогда у него все вопросы сразу же решаются. Все, до завтра.